Добрый день, коллеги! Мне очень почетно участвовать в конференции, тем более открывать нашу секцию по очень остро актуальной, но, к сожалению, малоосвещаемой теме, особенно в сфере специалистов соматической медицины, потому что мы, к сожалению, часто рассматриваем пациентов только с точки зрения здоровья тела, забывая, что тело в совокупности с психикой, с душой работает, и мы должны лечить пациента в комплексе. И сегодня будем говорить с вами про тревожное сердце в фокус на экстрасистолию. Поскольку нас смотрят специалисты различных специальностей, я сначала начну с небольшого экскурса по самой экстрасистолии, по самой патологии. На самом деле экстрасистолия, особенно желудочковая, это самая частая встречающаяся аритмия у населения земного шара наравне с фиберляцией претерзий и встречается в среднем у 1-4% населения. Частота встречаемости экстрасистолии возрастает по мере продолжительности исследования КГ, то есть чем дольше длится записи КГ, тем выше вероятность того, что мы у пациента здорового зафиксируем экстрасистолию. В исследовании АРИК было показано, что желудочковая экстрасистолия выявлялась в 1,8% всех кардиограмм, которые регистрировались в течение 10 секунд, и уже в 5,5% случаев кардиограмм, которые регистрировались в 2 минуты. В Фреймингем Харт Стадии желудочковая экстрасистолия была обнаружена в 12% всех мониторов ЭКГ, которые длились в течение 1 часа. То есть это позволяет нам сказать о том, что желудочковая экстрасистолия, она может быть вариантом нормы. И то, что мы обнаружили на электрокардиограмме одиночную экстрасистолу, это еще не говорит о патологии и тем более не говорит о необходимости пациента лечить. Предикторами развития экстрасистолии доказанными являются снижение фракции выброса и, как ни удивительно, это рост человека. В том числе частота встречаемости экстрасистолии возрастает по мере взросления человека, чаще встречается у мужчин, у людей с повышенным систолическим артериальным давлением, перенесших инфаркт миокарда, с имеющейся хронической сердечной недостаточностью и у пациентов курящих. То есть это те факторы риска, которые способствуют более частому возникновению этой аритмии у наших пациентов, у людей. При этом аритмия их может вообще не беспокоить. Когда пациент приходит к нам в консультацию к врачу с экстрасистолией, всего в двух случаях. Когда у него имеется симптоматика, то есть когда он чувствует свое нарушение ритма, либо когда это случайная находка на электрокардиограмме, которая его беспокоила и он пришел узнать в чем дело. И пациент приходит к врачу с экстрасистолией для того, чтобы узнать, что с ним происходит и получить уверенность от врача, что это безопасно, что он не умрет. Потому что на самом деле часто экстрасистолия сопровождается очень неприятными ощущениями, чувством страха, что сердце остановилось и запустится ли оно снова после этого пропущенного удара. Врачу же, напротив, нужно ответить на три вопроса, пройти три шага, чтобы помочь пациенту. Первое – это оценить симптоматику, для чего нам помогает опрос и осмотр пациента, то есть как часто возникают экстрасистолы, когда он их чувствует, как они проявляются, влияет ли это на качество его жизни, на повседневную активность. Дальше ему предстоит определить бремя экстрасистолии, то есть провести суточный монитор ЭКГ, который является золотым стандартом диагностики экстрасистолии. И после этого, когда мы подтверждаем, что у пациента имеется экстрасистолия и ее много, мы определяем, имеется ли у пациента, либо отсутствует субстрат для аритмии. Чаще всего для этого используется стандартная рутинная хакардиография, которая позволяет нам выявить имеющуюся у пациента клапанную структурную патологию, в том числе и шимическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность со сниженной систолической функцией. То есть это основные моменты, которые взгляд пациента и взгляд вручат на ситуацию, что нам предстоит сделать. Очень актуальный вопрос, острый для всех вообще, какое количество экстрасистол считается нормой. Нормы как таковой нет, есть условная норма, которая была принята консенсусом Европейского общества сердечного ритма, и это считается 500 желудочных экстрасистол в сутки. Однако в исследовании среди здоровых атлетов было показано, что наличие более 2000 желудочных экстрасистол в сутки обычно связано с 30% шансом того, что у пациента имеется скрытое и пока еще не подтвержденное кардиоваскулярное заболевание. То есть 500 – это условная норма абсолютно для всех из нас, но когда мы видим экстрасистолию 2000 и более, это уже нас наталкивает на мысль о том, что здесь может быть какая-то проблема нездоровая. И нам предстоит ее выяснить, определить и назвать. Какие факторы влияют на сам прогноз экстрасистолии? То есть несмотря на то, что она реально очень пугающе ощущается пациентам, не всегда ее стоит бояться с точки зрения клинициста, потому что доброкачественная экстрасистолия в структурно-здоровом сердце не является каким-то поводом для реальной тревоги. Однако, если у пациента имеется патология сердца, особенно принесенный инфаркт миокарда, систолическая дисфункция, либо у пациента имеется электрическая болезнь сердца, как, например, синдром удлиненного антвала КУТ, это может быть реальной опасностью. Больше чем 2000 экстрасистол в сутки, множественные экстрасистолы, в том числе парные и неустойчивые пробежки желудочкой тахикардии, это 3 экстрасистолы подряд и более. Это полиморфные экстрасистолы, когда они говорят нам о том, что у пациента имеется больше, чем один экстрасистолический очаг для формирования аритмии. Особенно на себя обращают внимание, что если у пациента появляется экстрасистолия во время физической нагрузки, это потенциально неблагоприятный вариант аритмии. Наиболее благоприятными аритмиями, скажем так, экстрасистолия являются экстрасистолы, которые локализуются, их источник является в выносящих трактах обоих желудочков. Но если мы по морфологии определяем, что скорее всего это экстрасистолия неизносящих трактов, это тоже влияет на прогноз пациента. Ранние экстрасистолы, так называемые РНТ, и экстрасистолы с широкими комплексами, обычно это больше, чем 140 миллисекунд, они нам указывают на то, что у пациента может быть фоновая кардиомиопатия, чаще всего это дилатационная кардиомиопатия. И вот все эти моменты, они требуют нашего внимания, потому что чаще всего именно это говорит о том, что у пациента имеется именно кардиальная патология, соответственно это стопроцентный пациент именно кардиолога. Однако экстрасистолия, ощущение перебоя в работе сердца, сердцебиение может быть не только проявлением кардиальной патологии, но также является и соматическим проявлением тревожного состояния. Видите у себя на слайде, здесь очень широкий диапазон этих симптомов пациентов, беспокоящих, они приходят, начинают жаловаться, и врач зачастую берется за голову, он теряется, потому что он не понимает, симптомы не укладываются ни в один известный синдромокомплекс, ни характерный для какого-то конкретного заболевания. Они очень разлиты, вплоть до даже псевдоаллергических реакций, когда у пациента может быть генерализованная крапивница, а на самом деле у него аллергии нет. И зачастую, с чем вращаются к врачу-кардиологу-пациент, это сердцебиение, перебой в работе сердца, чувство сдавления, сжатие или боли в груди, чувство нехватки воздуха и повышение артериального давления. Чаще всего это очень вариабельное артериальное давление, которое значимо меняется в течение короткого промежутка времени, в течение суток, в течение часа, двух и так далее. И пациентов это беспокоит. Поскольку это является симптомом тревоги, то нужно понимать, что не только к кардиологу приходит к ответить к пациенту с такой симптоматикой, это может быть пациент с генерализованным тревожным расстройством, и соответственно нужно понимать, какие симптомы, какие критерии этого диагноза должны быть. То есть мы должны уметь смотреть не просто на проблему в органе, но чуть-чуть шире и объемнее. И в том числе мы должны оценивать эмоциональный фон пациента, не игнорировать его, не списывать это на особенности его личности. Если у пациента имеются симптомы выраженной тревоги, внутреннего напряжения, тревожных мыслей, повторяющихся негативные ожидания, и они длятся больше, чем 6 месяцев, и плюс у пациента имеются какие-либо перечисленные симптомы из списка, а здесь их целых 22 симптома, я здесь не все указала на слайде, то это повод задуматься, что у пациента скорее всего имеется именно ГТР и генерализованное тревожное расстройство. И, возможно, именно оно и является причиной его нарушения ритма сердца. Что позволит себе такую небольшую ремарку, есть особенности, скажем так, течения экстрасистолии у пациентов с тревожными состояниями. Обычно они не ощущают ее в дневное время, то есть когда они бодрствуют, у них все прекрасно. Почему? Потому что они отвлечены от своих мыслей, они заняты работой. Но когда они вечером возвращаются домой, ложатся отдыхать, пытаются уснуть, они начинают к своим ощущениям прислушиваться, это начинает их пугать, появляются негативные тревожные мысли, которые не дают им уснуть. Это влияет на качество их ночного сна, на их дневную активность. Здесь запускается такой вот каскад, который приводит к таким социальным нарушениям у пациента. Это реально значимо влияет на его качество жизни, и вот эти моменты тоже нужно на себя обращать, должны на себя обращать внимание. Если мы пациенту выполнили судочный монитор ЭКГ, то мы обязательно смотрим не просто на время экстрасистолии, то есть на количество перебоев за сутки в целом, а мы смотрим также на их циркадные ритмы. То есть если экстрасистолии у пациента именно в дневные часы, а ночью, когда он ложится спать и отдыхает, их вообще нет, это в том числе может говорить о том, что у пациента имеется тревожное состояние, которое провоцирует такое нарушение ритма сердца. Связь между стрессом и эмоциями, она известна в принципе давно, и ярким примером тому является кардиомиопатия Токотсуба. Это острая ишемическая дисфункция миокарда, которая проявляется в ответ на сильный эмоциональный или физический стресс и проявляется она обычно под маской острого инфаркта миокарда. В исследовании КАМС было показано, что в 39% случаев триггером для кардиомиопатии Токотсуба был перенесенный эмоциональный стресс, а у 24% пациентов имелись фоновые психические расстройства, в том числе депрессивное состояние и тревожное состояние. Связь между депрессией, тревогой и стрессом давно, то, к сожалению, мы о ней все чаще забываем, либо не обращаем внимания вовсе. Известно, что если у пациента имеется депрессия либо тревожное расстройство, это сопряжено с более высокой общей летальностью, с более высоким риском воздействия инфаркта миокарда и с более высокой летальностью пациентов, перенесших инфаркт миокарды. Поэтому все эти моменты, они не придуманы, они не нафантазированы. Это реальная практика, которая была показана и доказана в научных исследованиях, научных работах. В том числе пациенты с имеющейся депрессией и тревожным расстройством, у них высшая частота осложнений после кардиохирургических операций и повышается летальность вот ишемической болезни сердца у пациентов, страдающих от фобического расстройства. Каким образом негативно влияет состояние депрессии либо тревоги на здоровье человека соматическое? Оно влияет в первую очередь через активацию автономной нервной системы, через дисбаланс в ней, а именно через активацию симпатической нервной системы, снижение вагустного контроля и увеличение вариабельности ритма сердца, которая может привести у пациента к формированию желудочковых аритмий. В том числе на фоне гиперактивации симпатической нервной системы у пациентов запускается каскад хронического воспаления, у них это провоцирует формирование атеросклероза и в дальнейшем это может привести в том числе к ИБС. И именно связь между тревогой, депрессией и ИБС она наиболее изучена касаемо коморбидности кардиальной и психических расстройств. Как пел Миронов, что нам понедельник взять и отменить, на самом деле в этом была не просто шутка и доля такой бытовой мудрости. Это реальность, поскольку стресс на работе, он влияет на наше здоровье, в том числе на аритмогенез. И начало рабочей недели у работающего населения сопряжено с более высокой частотой воздействия желудочковых аритмий. Это было показано в работе, где изучались частота шоков и желудочковых тахикардий у пациентов с имплантированными кардиоверторами и дефибрилляторами. В небольшом исследовании, где изучали состояние здоровья наших коллег, у дежурных врачей во время смены, у них чаще возникало на желудочковой и желудочковой ксистолея была более высокая вариабельность ритма и чаще фиксировались неустойчивы к пароксизму, чем вне смен. То есть стрессовый фактор, особенно у работающего населения, говорит нам о том, что это имеет место быть, и это не повод для того, чтобы не говорить, что нет связи между состоянием психоэмоциональным и состоянием нашего соматического здоровья. Пациенты с симптомами тревоги, у них часто проявляются именно кардиальные симптомы, в первую очередь они такие очень яркие, красочные, пугающие, и пациенты с симптомами тревоги в 6 раз чаще посещают кардиолога, чем для любых других специалистов соматической медицины. И в полтора раза чаще обращаются за помощью в стационар, потому что симптомы возникают резко внезапно, страх смерти, и они боятся пропустить инфаркт миокарда. Именно поэтому очень часто можно таких пациентов наблюдать в приемных отделениях. Что касается приемных отделений и состояния стресса, тревоги, в том числе панических расстройств. В общей популяции паническое расстройство встречается в среднем в 4% случаев, но среди пациентов, обращающихся в приемные отделения жалобой на боль в грудной клетке, этот процент гораздо выше, около 15-20. Это не говорит о том, что 15-20% всех пациентов, которые обращаются с жалобой на боль в грудной клетке, это чисто пациенты с психическим расстройством, с паническими расстройствами, либо с тревогой. Они могут и сосуществовать с ишемической болезнью сердца в реальности. Однако, если у пациента нет реальной ишемической болезни сердца, и врач не имеет компетенции, не обращает внимания на психоэмоциональный фон, то это может привести к гипердиагностике, к ложному диагнозу, к ненужному обследованию, в том числе к интервенции ненужной. И такое встречается на самом деле в реальной клинической практике нередко. Поэтому врачам, кардиологам, терапевтам нужно будет в этом отношении настороженными и обращать внимание. К сожалению, у нас во время учебы в институтах, в вузах часто учили быть машинами. То есть мы психоэмоциональный фон как бы не обращаем внимания, чтобы это к себе и близко не подпускать, и не включаться. Но это немножко неправильный взгляд на вещи. Как я и сказала, что тревога и ЭБС, они часто взаимосвязаны. И эта связь очень хорошо изучена. И они могут у пациента сосуществовать. Тревожные расстройства, состояние тревоги может вызывать возоспазм в коронарных артериях, в том числе тех, в которых имеется атеросклероз. И это может привести как к стенокардии, к пароксизму ишемии и нарушениям ритма сердца, так и привести к дестабилизации бляшки и к инфаркту миокарда. В том числе у пациентов с паническими расстройствами, с панической атакой, у них часто возникает превентиляция, которая может сама по себе провоцировать приступ стенокардии и шемию миокарда у пациента. Что касается аритмии, тревога тоже имеет влияние на наше здоровье. И это показано в крупном метаанализе, о том, что есть была подтверждена гипотеза, что сначала были данные противоречивые, но подтверждено и показано, что тревожность является независимым фактором риска, предиктором рецидива фибрилляции претертий после катетерной аблации. То есть помимо того, что мы лечим пациента у него аритмии, мы контролируем его артериальное давление, уровень холестерина, лечим его ожирение, обструктивное пноя сна, мы также должны внимание обращать и на его психоэмоциональный фон. Поскольку, как вы уже поняли, что это ситуация актуальная, часто встречающаяся, нужно врачу-клиницисту понять, у пациента, который сидит перед ним и жалуется на проблемы с сердцем, в том числе на аритмию, на перебои, имеется ли у него какое-то психическое расстройство. И для скрининга генерализованного тревожного расстройства есть два чудесных вопроса, которые мы можем пациенту задать. Чувствовали ли вы большую часть времени за последние четыре недели беспокойства, напряжения или тревогу? И второй вопрос. Часто ли у вас бывает очень сложно? Если хотя бы на один из них пациент отвечает утвердительно, это говорит о том, что у пациента, вероятно, имеются симптомы тревоги, это требует более углубленного осмотра, который, к сожалению, врач соматической медицины, он не очень компетентен, не всегда это умеет сделать. И тут нам на помощь приходит замечательная такая скрининг-шкала, шкала ХАЦ. Я долго думала, уместна ли будет здесь такая у нас визуальная подборка, но все-таки я решила и позволила себе ее оставить. Почему? Потому что на самом деле, если пациента спросить прямо, есть ли у него симптомы тревоги, стресса и так далее, он все будет отрицать, считать, что у него все в порядке, у него нет никаких нарушений, что его уровень стресса и тревоги не отличается от общепопуляционного. И это нам ничем не поможет, если просто мы его спросим. Но шкала ХАЦ, которая является удобным инструментом, простым в использовании, занимает всего лишь 2 минуты, позволяет нам понять, у пациента его состояние психоэмоциональное соответствует норме, либо у него уже имеется субклиническая, либо клиническая тревога и депрессия. И я прямо на следы советую, особенно кардиологам, у себя на столе это иметь, необходимо себя спечатывать, давать пациенту для заполнения. И уже врач понимает, что имеется у пациента такой тревожный фон. И сам пациент, пока отвечает на вопросы, он немножко обращает внимание на свое состояние и уже понимает, что на самом деле, скорее всего, это тоже имеет место быть. Это правда очень хорошая шкала, которая для хранициста, она незаменима. Соответственно, когда пациентов полностью обследовали, в том числе проверили, я надеюсь, у них наличие либо отсутствие тревожного состояния, у нас встает вопрос о том, как пациента лечить. И вот здесь вот самое интересное. Чаще всего пациенты, у которых имеется тревожное состояние, тревожное расстройство, они не имеют структурной патологии сердца. И согласно имеющимся научным данным, таких пациентов нет необходимости лечить, потому что у них низкий риск внезапной сердечной смерти. Но терапия им может быть показана при наличии симптомов. А симптомы у них очень яркие и беспокоящие. Поэтому здесь врач зачастую, опять же, если не обращать внимания на психоэмоциональный фон, может пойти по пути лечения только самой по себе аритмии. У этих пациентов, поскольку они соматически здоровы чаще всего и нет проблемы с миокардом, возможно использовать все четыре группы антиаритмиков. Но учитывая сам патогенез, это аритмия, что она возникает чаще из-за гиперактивации симпатической нейросистемы, здесь в патогенетически обоснованном будет терапия бета-блокаторами, которая позволяет нам снизить как раз-таки активность симпато-адреналовой системы. И что касается бета-блокаторов, известно нам с вами, в том числе даже просто и пациентам тоже, из инструкции к препарату, что они могут провоцировать депрессивное состояние, нарушение ночного сна, кошмарные сны и так далее. И имеющиеся данные, на самом деле в литературе, они долгое время были противоречивые. В одних исследованиях было показано, что бета-блокаторы повышают риск развития депрессии у пациентов с гипертензией. В другой работе установлено, что бета-блокаторы, наоборот, они снижают риск возникновения у пациентов депрессии, либо никак не влияют на него. И здесь был проведен мета-анализ, который показывает нам очень интересные здесь данные, что на самом деле бета-блокаторы никоим образом не повышают частоту развития депрессии и тревожности у пациентов с кардиопатологией. Что касается рисков депрессии и тревоги, они значимо достоверно выше у пациентов, получающих диуретическую терапию. И поскольку все-таки у пациента имеется тревожное состояние, тревожное расстройство, и диагноз у него подтвержден, то здесь помимо того, чтобы лечить саму экстрасистолию, а может быть не лечить ее сразу антиритмиками, стоит обратить внимание на лечение основного заболевания, которое является причиной такого состояния обращения пациента к врачу. Это лечение включает в себя терапия, психотерапию, и очень хорошо работает клагнитиво-авиденческая терапия у таких пациентов, и в том числе психофармакотерапию. Это назначение препаратов, селективных ингибиторов обратно в запад от серотонина в первую очередь. Работ крупных научных пока по этой теме не проведено, есть небольшие работы, опять же их результаты противоречивые, но различные кейс-репорты, которые можно найти в базе данных, показывают нам, что их тоже немного, но терапия у пациентов с тревожными расстройствами и экстрасистолией, терапия именно психофармакотерапия, она полностью нивелирует симптоматику, убирает у пациентов их нарушение ритма сердца. То есть здесь ритмогенез, он вторичный по отношению к состоянию пациента, к психическому состоянию, поэтому это требует нашего внимания, и списывать со счетов это не нужно, поэтому нужно владеть хотя бы базовыми навыками работы с такими пациентами. Что касается антидепрессантов, они сопряжены все-таки с риском развития желудочевых аритмий, и здесь таким маркером-антикатором является удлинение интервала КУТ. В работах показано, что удлинение интервала КУТ, оно дозозависимое на фоне терапии с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, и наиболее ассоциирован с приемом антидепрессантов, именно тридциклических удлинений, синдром удлинения интервала КУТ, он удлиняется в среднем на 7 секунд. Терапия с талопрамом ассоциирована с более выраженным удлинением интервала КУТ, чем терапия с сиртралином, пароксетином и флуоксамином. Однако сам потенциальный возможный вред не является однозначным противопоказанием, к терапии, такой к терапии у пациентов с кардиопатологией. Просто нужно уметь оценивать их риски адекватно. Это в первую очередь необходим контроль ЭКГ перед началом терапии антидепрессантами, после достижения стабильной концентрации препаратов в крови, это примерно через 4-5 периодов полуведения. Также если пациенту была увеличена доза препарата, следует провести контроль ЭКГ, и если интервал КУТ стал больше, чем на 50 мс от исходного, либо достиг максимального диапазона, а это 500 мс, то требуется отмена препарата. Всегда пациентов предупреждать, если они наблюдают у других врачей по другим нозологиям, что при назначении препаратов следует врачу проверять межлекарственные взаимодействия, и нам тоже избегать полипрагмазии, и всегда оценивать функцию почек уровня кролитов, поскольку от этого зависит вероятность развития у пациентов именно удлинения дровала КУТ и желудочковых тахеритмий, в том числе жизнеопасный торсат Депуан. Заключая свой доклад, я хотела сначала пойти классическим путем и напомнить нам всем, что нельзя лечить тело, не леча душу, но потом я подумала, и мне вспомнили все мои пациенты, которые обращались ко мне с нарушением ритма сердца и имели либо тревожные состояния, либо депрессии, и они долго ходили по врачам, искали причину, пытались найти помощь, им не помогали антиаритмики в том числе, и поэтому я хочу завершить свой доклад вот таким вот слайдом. Почему, про что он? Почему вы не кричите? Я кричу просто, вы этого не слышите. И эти слова Ремарка из его произведения, они демонстрируют то, что организм человека, он кричит о том, что есть проблема. Проблема не соматическая, психоэмоциональное, и психическое нарушение пациентам нужно помочь пациентам, нужно обратить их внимание на их состояние, но чтобы это сделать, сам врач должен уметь дифференцировать, что является первой причиной аритмии. Я надеюсь, что после сегодняшней нашей секции, прослушав все наши доклады, вы получите такие инструменты, и у вас теперь ваша работа выйдет на новый уровень, и вы сможете помогать пациентам более комплексно. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Продолжение следует...